В прошлый раз мы с вами настроили простой скрипт для бэкапа. Он будет делать полную копию домашней директории и хранить ее в сжатом виде. Такой тип бэкапа, когда копируется все что нужно, называется полным бэкапом. Например, мы бэкапили домашнюю директорию и каждый раз копировалось все. Поэтому размеры файлов совпадают. Но если подумать, за день никакие файлы не изменились. Зачем нам еще одна копия? Она занимает столько же места, а смысла от нее нет. Да и представьте, что у вас изменился один файл из пяти тысяч, и мы все равно будем делать полный бэкап. Копировать все пять тысяч файлов. Мы просто теряем место. Почему бы не бэкапить столько измененные файлы? Такой тип бэкапа называется инкрементально. У нас есть один полный бэкап, а при следующем будут сохраняться только измененные файлы. Давайте мы это протестируем. Возьмем какую-нибудь директорию, например, pictures. Для начала нужно создать полный бэкап. Но на этот раз нам понадобится дополнительный ключ G, который указывает на файл с метаданами. По ним TAR решает, какие файлы были изменены и в дальнейшем делает инкрементальный бэкап. Если файлов с метаданами нету, то он делает полный бэкап и создает этот файл. Как видите, создался сжатый архив и файл с NAR. Именно в нем хранятся метаданные. Теперь попытаемся создать еще один бэкап. Архив создался, но он весит всего 4 килобайт и пустой. То есть, если у нас за день никаких изменений не будет, мы не потратим место на диске на новый бэкап. Когда речь идет об инкрементальных архивах, нужна опция G. Но для извлечения и просмотра нет нужды указывать файл с NAR, так как в самом архиве есть эта информация. Поэтому вместо SNAR принято указывать dev0. А 2v позволит увидеть добавленные или не включенные в архив файлы. Давайте добавим в директорию pictures новый файл и удалим какой-то из существующих. Потом создадим еще один бэкап. Как видите, в новом архиве появился файл passvd. Теперь рассмотрим процесс восстановления. Для этого нужно поочередно восстанавливать бэкапы до требуемого дня. Сперва восстановим исходный архив. Как видите, он удалил файл passvd. Так как его изначально не было. Смысла восстанавливать второй архив нет, так как в нем не было никаких изменений. Сразу восстановим третий. Таким образом, у нас удалился тот самый скриншот и восстановился файл passvd. И при том, что я создал три бэкапа, инкрементальные копии практически ничего не весят. Естественно, в реальных условиях они бы занимали больше места. И тем не менее, инкрементальные бэкапы позволяют вам много раз сэкономить пространство. Теперь попытаемся научить наш скрипт делать инкрементальные бэкапы. Это немного усложнит его, потому что мы не можем просто удалять файлы недельной давности. Инкрементальные копии зависят от полного бэкапа. Без него они теряют смысл. Но так как мы сэкономили пространство, можем хранить бэкап с прошлой недели. Для начала, чтобы превратить наш скрипт в более универсальный, заменим home user на переменную. Разделим логи на ошибки и стандартный вывод. Заменим директорию pdir на две, current и old. Немного подкорректируем файл name, уберем отсюда директорию, а также добавим переменную expire, по которой и будем удалять старые бэкапы. Так как удалять по старости бэкапа мы не можем, иначе сотрем полный бэкап, стоит придумать другую схему. Например, раз в неделю архивировать бэкап прошлой недели и создавать новый полный бэкап. Чтобы не решать это в скрипте, а сделать через планировщик задач, в самом скрипте я добавлю три функции backup, delete и full. В функцию backup добавлю нашу старую команду по бэкапу, подкорректированную по директориям из опции g. Когда будем делать полный бэкап, скрипт заархивирует содержимое директории backup-current и сохранит его в директории backup-old. После чего удалит содержимое current-директории и создаст новый бэкап, запуская готовую функцию backup. А при необходимости старые бэкапы будут удаляться из директории backup-old, используя переменную expire. Но пока мы только задали функции, их нужно еще запускать. Для этого мы будем передавать скрипту аргумент $1 и на основе него запускать ту или иную функцию. Теперь давайте проверим работу скрипта. Для начала очистим содержимое директории backup и создадим необходимые директории. Попробуем просто запустить скрипт. Как видите, он выдает информацию об опциях. В нашем случае в первый раз лучше запускать incremental, чтобы не архивировать пустую директорию. После чего мы можем проверить содержимое директории backup-current. Если посмотреть лог ошибок, можно увидеть, что в ошибки попадают записи directory-isnew. Это не совсем ошибки, просто информация о том, что в прошлом бэкапе этих директорий не было. Но это логично, потому что у нас прошлого бэкапа и не было. Создадим пару файлов и запустим скрипт заново. В error-файле больше ошибок нет, потому что нет новых директорий. А в логах перечислены все директории, а также новые и измененные файлы. Теперь попробуем запустить полный бэкап. Как видите, создались новые файлы, а старые заархивировались. Осталось настроить крон. Пусть каждую ночь файнд ищет и удаляет старые бэкапы, стареют 14 дней. С понедельника по субботу пусть выполняется инкрементальное резервное копирование, а в воскресенье полное. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали, что такое полные и инкрементальные бэкапы. Зачем они нужны? Научились ими пользоваться, а также добавили их в наш скрипт. Это позволяет значительно снизить занимаемое пространство, делать больше копий и в целом делать их быстрее. Но при этом бэкапы становятся зависимы друг от друга. Недостаточно просто распаковать один архив, иногда нужно это делать по порядку их создания. Но сэкономленное пространство этого стоит. Продолжение следует... Продолжение следует...